Работа для 15-летней Лены Кондаковой была необходима как воздух, поэтому она записалась в летний молодежный отряд труда и отдыха. Рабочий день в детсаду «Аленький цветочек» начинается стандартно в 9 утра. Обязанности у Лены обычные – первым делом уборка территории, затем поливка цветов. Заработанные деньги Лена потратит с умом. Потому что можно не только сидеть дома и просить деньги у родителей, чтобы погулять, сходить в кино, а можно свои деньги. Или же направить их на образование, допустим, купить какой-то планшет для учебы. Например, я так и собираюсь сделать. Я хочу, чтобы половина была моей деньги и половина, чтобы мне родители добавили. Я куплю себе планшеты для учебы, потому что в следующем году мне сдавать экзамены и надо к этому готовиться. Рабочий день у подростков длится всего 4 часа. Трудиться приходится, как и взрослым, 5 дней в неделю. Зарплату получат в конце месяца. Сумма для всех одинаковая – около 9 тысяч рублей. Например, руководство 5-го детсада уже знает, чем занять школьников в июле и августе. В июле мы планируем, что будет у нас покраска бордюров. В августе школьники приходят, мы уже готовимся к началу учебного года. Нам приходится группы оборудовать уже для детей. Они нам помогают где-то стульчики перенести, какую-то мебель игровую, не тяжелую. А также работа еще и в здании проходят. Девочки у нас и пыль протирают, учреждение большое. В этом году работу школьникам предоставили и в Реутовском ФОКе. Брали на работу только мальчишек. Для них это отличная возможность получить новые навыки. В августе у нас будет уже 5 человек. У нас масштабная переделка зала физкультурного. Мы увеличиваем наполняемость зала. И ребята нам будут в этом помогать, работающие. Так что от них много зависит. Перенести маты, что-то тяжелое, мы без них не справились бы. После трудового дня молодежь ждет бесплатный вкусный обед в одном из городских ресторанов. Кстати, в июне работу получили 60 школьников. Вакантные места остались только на август. Тем, кто хочет присоединиться, следует обратиться в подростковый молодежный центр. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.